Внимание, друзья! Сегодня мы поговорим об очень важной, о самополагающей теме. Кто мы? Скотины без рода, без племени, из грязных луж. Вот, причем мы доверчивы, или все-таки у нас была другая судьба. Жизнь была вечная, и все было возможно, в том числе и так называемая кенная инженерия, о которой мы тоже поговорим. Это не скучная материя. Мне не хочется быть слезняком без чести, без совести, без зостоинства, без веры в Бога. И я богоискатель, все-таки стою на своем, все было не так. Красивая фотография для чего здесь? Чтобы привлечь ваше внимание, чтобы вы поверили мне, вы поверили цифрам. Нет, не скучным, ошеломляющим. Вы понимаете, что такое школьный учебник? Он будет ниже. Там вы можете уснуть, и этот учебник может вызвать у вас приступ аллергии. Но в нем есть откровения, которые недоступны пониманию даже многим ученым, которые создавали эти сказки, вот, эти книги, которые отбивают охоту верить в чудеса, которые на самом деле существуют. Вот. Даже вот то, что на фотографии, это чудо. Этого не может быть, если верить школьным учебникам. Вы представляете, какой это вот, вот этот заголовок должен быть, тот, кто будет монтировать этот фильм, должен понимать, что вот это заголовок к фильму. Вот. Ну, пойдем дальше. И вот он, школьный учебник, современный школьный учебник. Я приближаю. Я надеюсь, вы не хотите быть с котами, тогда послушайте меня и почитайте. Одно из откровений, недоступное пониманию даже многим ученым. Сразу подскажу вам, друзья, что многие суперученые, так их можно назвать, Нобелевский лауреат, это суперученые. А, в принципе, почти все верят в Бога. Как они к этому пришли? Они знают то, но придерживаются именно тех же традиций. Стоит им сказать правду, их на них тоже будут показывать пальцами, как на городских сумасшедших. Вот. Хотя они достигли тайн материи. Вот одна из тайн перед глазами. Читаем. Внимание, я вас умоляю. Поймите, о чем здесь написано. Это школьный учебник, это абсолютная правда. С этим я не спорю. В организме человека больше ста триллионов клеток. Вдумайтесь. Ста триллионов клеток. Эту цифру невозможно осмыслить. Она выше нашего понимания. Может быть, несколько человек на Земле, это выдающаяся математика, могут осознать эту цифру. Нам недоступна. Настолько она громадна. Сто триллионов клеток в организме одного человека. Но это можно еще не прийти никакому мнению. Ну и что так много? Ну размножились. Ну, сдуру. Вот. А вторая фраза. Она важнее, она концептуальна. Каждая клеточка многоклетного организма имеет свою специальность. Каждая, каждая выполняет строго определенную функцию работы. Вот. Ну и дальше разъясняется. Вы еще не поняли. Я хочу сказать, что то, что произошло за считанные там десятки миллионов лет, этого невозможно. Невозможно. Чтобы 100 триллионов клеток получили каждую свою функцию, нужна даже не 100 триллионов. Якобы появилась вселенная 14 миллиардов лет назад. Ну какая глупость. Ну какая глупость. Вот. Там всего лишь цикличность. Вот эта цикличность и одно из, как бы, один из кусочков этой цикличности, кусочков, был признан за всю, за всю, за всю эту, как, придало ей какую-то конечность. А ведь это все неправда. Жизнь была вечной. И только веса жизни позволила такой сложный организм создать. Какие там десятки миллионов лет? Пу. Вот. Вы еще, надеюсь, осознали это. Для чего это надо знать? Сейчас объясню. Про ледяные кометы знаем. Про панспермию догадываемся. Про грязные лужи. Про двоюродных сестер Медуза Скалопендра. Вот это что такое? Смотрите. Вот это вот наш с вами брат. Не узнали? Ну как? Привет, братишка. Это замороженная насмерть. Чуть не сказал насмерть. Она живая, но замороженная была в это самое, во льду лягушка. Теперь вы знали? Братишка, еще раз придаю привет. Вот это Скалопендра. О, гадость какая, да? А вот это два брата. Скалопендра и вот человек, да. И вот это вот считается родня. Причем родня настолько близкая, потому что они совсем недавно, вот этот человек, он тоже был Скалопендра. Недавно, все это несколько миллионов лет назад. Ну, несколько десятков миллионов лет назад. А это тот самый человек, который повернул историю в пять, который заставил поверить, что мы родились просто в грязных лужах. Потом появились ученые, один из них опалин наш, академик. Ну, как же, чтобы взорвать церковь, надо все, или доказать, что слепались молекулы, слепались, и вдруг однажды одна из них ожила, и почему-то начала вдруг, как-то так вот, ожила, да. И тут же, значит, делиться надвое. И питаться, и иметь ротовое отверстие, и иметь хвостовое отверстие там, внизу, где, это самое, продукты распада. И все это так вот, так вот, так вот, так вот, делось. Вот, вот, а, Чарльз, что ты натворил? К концу жизни я помнился, но было поздно. Итак, Железов отменил Дарвина Апалина. Вот видите, портреты, вот еще один портрет. У меня нет мании величия, но придет время, когда люди поймут, что натворили наши предшественники, вот, и когда достаточно появится сторонников моих Железов, вот, вот этот портрет появится в учебниках. Я не виноват. Одна из моих поклонниц изобразила меня вот таким. Вот. Обезьяны не хотят очеловечиваться. Наука биологии не признает очевидного искусственности Вселенной. Тут подпись Железова должно быть. Искусственности Вселенной, вот, чтобы мы не понимаем. В целом в нашей жизни виновата практическая биология. На правах победителя расслаблюсь. Смотрите. Вода наша бывшая родственница, наша бывшая родина. Вот космические, я еще раз показываю, знаете почему? Вот. Потому что, еще раз передаю привет. Это же космический путешественник. Возможность замораживаться и оживать, это не из грязной лужи. Нет. Это из космоса. А вот это еще более близкие братья. Вы знаете, в воде зародилась жизнь, да. Люди не знают, что она пришла к нам в виде ледяной кометы. Там уже были встроены в них, в эти кометы, в лед. Потом, значит, уже растаявшую воду было встроено, так называемые, как называют, силовые поля, лекала. По ним уже, как позволял набор минерально-солевой раствор, набор молекул всевозможных, плюс еще много чего, плюс солнце, плюс ионизация. И они тогда встраивши, встраивши, встраивши соживали. И получилось так, что действительно уже дошло до этого. Но тут есть один такой момент интересный, я бы сказал, деликатный. Вроде бы и родственники наши. Вот, знакомьтесь, вон Петя, а вон Коля. Самку делят, мы тоже делим, кстати. И вот это Петя, Коля, они вроде бы наши родственники, но очень дальние. Почему? Сейчас объясню. Обезьяны это потом. Вот они, наши братья. Извините, я забыл слово «братья» взять в кавычки. Слава науке. Не верите? Посмотрите школьные учебники. Предпочти остаться в грязи. Это серьезно, с Будуна. Да, все учебники писали с Будуна. На трезвую голову такого изобразить невозможно. И вот получается, вот этот вот слева, самый низкий, прач-человек. Ну, попросту говоря, обезьяна с хвостом. Вот она, шерсть кончается, мозги увеличиваются. Вы представляете, мозг увеличивается, увеличивается, увеличивается. А когда я сказал про сто, написано было сто триллионов клеток, самый момент такой, что у них мозги увеличивались за считанные, а, десятки, сотни тысяч лет. Вы понимаете? Вот в эту сказку поверить, поверить, это надо быть идиотом. Или предвзятым человеком, который должен был сказать. Если это неправда, никто бы не знал, что на свете существует Дарвин. Захотел прославиться. Подсунул людям такую, легко проглатываю версию. За десятки тысяч лет, чтобы мозги увеличились хотя бы в два раза, вдумайтесь. Клеток, еще раз говорю, там было написано в школьном учебнике. Редкий случай, когда это правда. Сто триллионов клеток, каждая имеет свое предназначение. А? Это что, взять туда, вставить шланги над этим, сжатым воздухом надуть череп, что ли? Только в черепе, там половину этих самых клеток человека, у большого человека. То есть, не так говорю. Уже там триллионы клеток. Как они, с чего взялись-то? Вот я пишу, с Будуна за две тысячи поколений избавились от хвостовой шерсти. Как? Куда хвост сделался? За две тысячи поколений. Вот и девчата. Вот, тоже из-за обезьяны. Вы представляете? Вот. Ай, ладно. Однажды, когда нашелся такой замечательный человек, Ивар, его так зовут, он мне взял, написал письмо. И я написал ему, ну, я же не сегодня начал эту тему. Я написал ему, Ивар, спасибо за доверие. Наша прошлая, это открытая книга. Информации стало так много. Не было этой информации у Дарвина. Не было. Именно в геологии, почвоведении, минералогии, палеонтологии. Мешает только истинный, ставший кормушкой для всех систем образования. Еще раз говорю, это кормушки, но они не понимают, какой страшный вред приносят их истины. Для всех систем образования, религии, истории, мифов. А правда проста. Несколько моментов. Это уже переходим ближе к делу. ДНК живых существ, начиная от бактерий и кончая с человеком, настолько сложны, что не могли развиться совсем недавно в масштабах Земли. Они старше на триллионы лет. Это уже постулаты. Посмотрите на срезы почвы. Вы видите четкие границы скальных пород. Глин и почвы. Это потомники сбили кометы, метеориты и вулканы. Посмотрите на срезы почвы. Вы видите четкие границы скальных пород. Глин и почвы. Поймете, что тело планеты искусственное. Та же стройка. Я уже это все показывал вам. Большинство из вас, наша старая гвардия. Та же стройка. Стройка, понимаете, это была стройка. Попыток строительства планеты было несколько. Доказательств их много. Но хватает одного необъяснимого наукой Кембрийского взрыва. Практически одновременного появления морей и их мгновенного заселения сложными организмами. Это не все. Потом было пермское вымирание. Еще совсем недавно опять была пустая земля. Последняя попытка. Упорядочение мироздания. Искусственная луна. Необъяснимым способом буквально приякоренная к земле одним боком. Подчеркиваю, искусственная. Она же с точки до сантиметра имеет поверную траекторию, создала условия для комфортного существования последних эмигрантов. А самое последнее. Мы, люди, так и не сумевшие адаптироваться к полуторной силе тяжести. Привезли наших предков 40 тысяч лет назад. Это всего 2000 поколений. Плюс привезли готовые культурнейшие растения. Это для меня, садовода, для меня, садовода, это откровение было. Когда я придумал технологию, их, я, Мичурин, начал, я закончил, уже, считайте, закончено. Увеличение, укропнение, оккультуривание растений, которые были до этого наполовину, на четверть, на 90% одичалые. Возвращение качеств, которые привезли из то, что мы сейчас называем раем. А изгнание из рая, это поселение людей на страшную, неприспособленную землю. Затем пишу я, это уже официально, искусство одичания из-за эффекта Маугли. Утере системы воспитания, очеловечивания. Вы же знаете, несколько лет человек может кормить, поить и не разговаривать с ним, и он вырастает с животным. Понимаете? С животным. Еще есть понятие о человечении, без этого невозможно. Причину не знаем, но догадываемся. Катаклизмы. Результат. Наши мозги заблокированы на 95%. Вот так. У каждого из нас гений, дети гении, потом сама система неприятия, то есть система зубрежки, недостатка информации, не тренируются мозги. Вот. И получается, мы просто, не тренируется тело, влияние, чем больше мужских гормонов, тем больше в организме, тем он умнее. Вот. И что получается? Наши мозги рассчитаны только на выживание. Дальше читаю. Но дебильная по сию пору система образования с момента рождения приводит к отуплению, блокировке лишних способностей, бездолжной тренировки, замененной на зубрежку. Величайшая глупость. Зубрежка не это. Никому этого не нужного, то, что происходит сейчас в школе. Увы, у взрослых редкие проявления гениальности, а это последствия травм головы. Да, это так. Иногда, это, после удара по голове или удара головой, случайно замыкаются нужные цепи, блокировка снимается, и перед нами гении. Поспрашивайте у тех же самых Нобелевского хореата, они падали, они в детстве. Связь с предками есть такая, с помощью особой способности мозга, так называемого быстрого сна. Наука не разгадала его смыслом. Я не только разгадал, я этим пользуюсь. Доказательство дебильности образования. Я просто, понимаете, я привожу крайний случай. Вот здесь написано, я же садовод, я же не могу не обойти эту тему. Гибридные мини-деревья, домашние фрукты, наобещено. И знаете как, надо довести биологию до такого состояния, что человек только, с словом биологии, он начинает тошнить. 90% детей, не только, они даже, вот потом ниже будут. Они даже осмыслить этого не могут. И результат, до 4-х урожая в год. На подоконнице, не важно, там были еще, я помню, там были даже эти сам, древовидные растения, там были, помню, вишни, еще многие. Ну, цитрусовое слово, чтобы семечко кинули, через 3 месяца с дерева снимаете фрукты. Заметьте, они через 3 года, через 3 месяца. А так как это еще стоит дешево, это примерно 2 бутылки пива, так, или 1, от 1 до 2 бутылок пива, то естественно, что достаточно людей, которые на это купились и решили, что вот сейчас, поскольку семечко кружок, и через 7 месяца несколько килограмм фруктов у меня будет в кармане. Вот это и есть современное образование. Что даже в это поверить, уже, знаете, поверить, я уже не знаю, что, как и что. Вот. Вот она, биология. Вот она. Вот. 6-й класс. Это достаточно современный учебник. Несколько лет назад. Дети в 6-м классе. Я вам уже больше показал одну страницу, да, которую никто осознать не мог. В этой биологии для 6-го класса написано, что 100 триллионов клеток в живом организме осознать, понять это. И каждая играет свою роль. И тут же сказки про шесть грязной лужей совсем недавно. Вот она, биология. Внимание, незамеченное великое откровение. Почему я, Железа, должен думать за ученых и за богословок? Еще раз показываю. Это та же самая страница. Вот. 100 триллионов клеток и каждая строго определенная функция. Вот. Клетки могут делиться до бесконечности, но целенаправленно, знак вопроса, да, до бесконечности. Знаете, однажды случится следующее. Это следующий этап. Или мы не прокормим, извините, я, нет, я не отвлекся. Это по теме. Сейчас, когда придумываются технологии, когда просто берется клетка, допустим, от коровы, то есть говядина, и до бесконечности размножается. И получается говядина без коровы, просто в этом, как называется. Мы уже сейчас придумали микроклонирование, это отдельная тема. Величайшая, как ее назвать-то, для практического садоводства это величайший лохотрон. А он официальный, ребята, но мы сейчас не хочу отвлекать вас от этого. Хотя это тоже, вроде бы, к теме. Но тут уже, когда будет новость размножать, и будет просто масса мяса, просто делится клетки, делится до бесконечности, а потом получается, там, немножко специи, бештекс на кусочки порезал, бештекс готов. Вот, это будет, это неизбежно. Вот. Но у этой самой, куска говядины, никогда не появятся мозги. Этого никогда не будет. Так вот, я к чему говорю. Да, клетки могут длиться бесконечности, но с леса целенаправленно получаться организм никогда. И это за какие-то миллионы лет грязной лужей получилось. Придут годы, в биологию придут настоящие ученые. Эту тему поля вместо леса я пропускаю. Это будет вебинар. Скоро, в понедельник, ближайший вебинар. Там и поговорим. Гарвинизм и вся научная биология выкопали себе могилу. Но похоронить некому. Помяните мое слово. Его похоронит наука о биополях. Просыпайтесь. Я вам открытие происхождения жизни подарил. Смотрите сайт. Показывать. Это очень сложнее. Даже то, что я сказал, это очень трудно. Это вам не 2-3 килограмма диетического, легко усвоения мяса кролика. Это гораздо сложнее. Это главный козырь. Я о чем? Открытие происхождения жизни. Это я в силовых полях. Это главный козырь вечной жизни для любой религии. Но их иерархия пока тоже в невидении. Они так же кончали те же школы, что и мы. Понимаете как? Им опять про Дарвина, про обезьян. А они потом идут в семинарии. Их там говорят, что это про вечную жизнь, про Бога. И я не знаю, верят ли они искренне. Ведь доказательств нет. Есть только легенды. Понимаете? Доказательств нет. Верят ли они, когда читают пропаде, уже нам, одевая свои одежды и осеняя крестами нас. Итак. Люди должны верить. Пермское вымирание. Тимбрийский взрыв. Так вот, биополе оживляет органику. Его биополе имеет каждая бактерия. Это через всю школьную программу, математику, физику, химию, астрономию, биологию должна проходить тема. Божественное происхождение жизни. Итак. Откровение. Постулат Железова. Быстрое изменение организма планеты. Только генная инженерия. Ну и добавлю, что Дарвиновская теория Приспособление, выживание Это частные случаи. Да, клюв покороче, клюв подлиннее. Но сам клюв создать природа не могла. Укоротить потом можно. Удлинить можно. За сотню, за тысячу поколений. Но и только. Строение растительной, животной клетки. Наверное, мы сейчас это пропустим. Единственное, что я сейчас скажу. Можно было бы, но я боюсь, что вы уснете. Детей за что? Вот этот вопрос. И вот пошло-поехало. Я вот это сейчас покажу, скажу. Насколько можно. Давайте уже учить детей. Хотя бы пусть противоречивая. Противоречивая. Но все-таки, чтобы люди знали варианты. Да, есть по Дарвину, а есть против Дарвина. И что не надо с порога говорить, что Бога нет. Совести нет. Чести нет. Достоинства нет. Ничего нет. Почка. Цветок. Венчик. Это надо изучать. Лепесток. Чашелистик. Чашечка. Пестик. Тычинка. Пыльца. Вы даже не представляете, как можно было бы по-другому написать, сколько уже я бы на эту тему писал. Что это стало бы волшебством. Не просто пестик-тычинка. А почему пестик-тычинка, вернее, почему тычинка-пестик не смогла зародить в ней жизнь. Почему? Вот про это надо. Бесплодие людей, растений. Почему? Если бы вы знали, что такое Ломоносов, этот гений однажды издал книгу под названием, знаете, каким, а редкие экземпляры кому доставались, вот, а не спасение народа, а, в общем, память-то нет. И вы представляете, какая-то чудо книга. Там одна из причин, почему у нас так мало русских и и почему у нас такие, на огромных просторах пустыня из людей, да потому что ранние браки, мальчики оставались, мужчины уходили на 25 лет в армию, мальчиков это, расстревали взрослые женщины, когда они еще, только у них пипка-то еще не выросла. И вот вступали, заставляли вступать в браки, не в браки, а в половые отношения, и из-за этого вырастали бесполые дети, бесполые мужчины, представляете, не дающие потомство. Это много чего. Это все должно быть биологией. А вы знаете, почему это? Вот представьте себе, еще мне осталось там, ну, две минутки. Вы представляете, чтобы нормально людям объяснить, и вот тут-то и надо объяснить, почему мальчикам нельзя вступать в половую связь, имеется в виду подросткам. Вместо этого им что преподают? Экоплазмастическая сеть, аппарат Гольджи, и все это надо вызоврить, что это такое. Что такое лазосомы, что такое рибосомы, что такое митохондрии, что такое пластиды. Нахрена? Хлоропласты, хлорофилы, вакуоли, что-нибудь поняли? Клеточный центр, вот, центриоли, ядро, ядрышки, нуклеиновая кислота, как важно знать, как же без нее-то? Хромосомы, вот, гемологический ориент, ой, чего тут только нет, а это еще не все тут же, это только сколько хромосом у людей, у овец, у шимпанзе, как же без этого-то? А то, что нельзя мальчикам вступать в половую связь, ведь вырастут, за них кто-то другой постарается, и женщины будут рожать, но это уже будут другие дети, это будут, вы представляете, это я только один пример привел, обращение к хирургам всех религий, создайте альтернативный учебник, нужна новая вера на подобие протестантской и средних веков, новая вера, слепые, не видите, что солнечная система искусственна, и пошло-поехало, и на этом я и закончу. Вот, вот этот ребенок, мой Тимоша, это просто красивая фотография своего детства, вот, идет третий класс и говорит, я ненавижу школу, вот его уже успели внушить. Чем могу учесть детей? Настоящая учеба проходит в моем саду, вот, и вот она учеба, господи боже мой. Дозвольте пару слов без протокола, чему нас учат семья и школа, что же сама таких накажет строго, да? Ага, она уже наказала. Нужен учебник на основе моих материалов, понятный, полезный. Невежество торжествует. Вот это вот, во что превратили планету. А вот эти единочные дерева, это и все, на огромной площади. Это насос. Если нет деревьев, все, это, там катастрофа, засуха тут, и в тысячи километрах города тонут. Сегодня мне Тимоша сказал, что это самое, ой, Сочи тонет. Вот, слово такое, ну, еще не должен бы знать. Сидим в машине, он говорит, дед в Сочи тонет. Видимо, показали страшные картинки. Я говорю, ну, слава богу, что мы в Сибири живем. Вот, и не надо завидовать южанам. Вот на этом я остановлюсь. Вот. И вот все, кто создает вот это, вот, дурь, собачу, подлость, невероятнейшая. Вот. Вот я на этом установился. Сейчас отключится запись сама. Вот. Подумайте, о чем я написал. До свидания, друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...